Зайти на сайт госуслуг это уже привычка бываю почти каждый день и вот не досмотрела налоговая задолженность накопилась вот она 978 рублей оплатила только сегодня пени набежали но радует что не найдено оповещение штрафы от гибдд водитель я аккуратный однако не всегда успеваю уйти с перекрестка на желтый сигнал светофора в каких ситуациях нам стопроцентно штраф прилетит выясним у юриста с вами ксения волкова и вот о чем еще поговорим точнее нагородили получается им только на вертолете залетать жители многоэтажек оказались в тисках шлагбаумов как решить трехсторонний конфликт царь горы большая гора снега во дворе картина привычной повторяется каждый год жителей один вопрос когда ее вывезут в тюмени приняли новое правило уборки и хранения снега что изменилось говорила мама мои одноклассники болеют я уже не болею пенсионеры учат молодых с высоты прожитых лет и от всего сердца ритм жизни ускоряется вот вот начнется предновогодняя суета годовые отчеты голова кругом сегодня в нашей группе новости тюмени точнее вконтакте идет опрос при сильном стрессе что вам помогает таблетки алкоголь или отдых голосуйте интересно что получим в итоге на нервах сейчас жильцы многоэтажек в восточном округе наградили проблем они сами как разрешить трехсторонний конфликт разбиралась и ирина канева огромное количество поток машин ежедневно через наш двор проходит и скорость и движение у водителя вы же прекрасно понимаете не всегда соблюдается в жилой зоне поэтому постоянный контроль ребенка и страхи опасений за его жизнь это ежедневная процедура нас теперь а начались переживания жителей дома по адресу бульвар бориса чербина 14 после того как соседи оградили свой двор шлагбаумами в начале одни бульвар бориса чербина 16 а следом и другие энергостроителей 18 причем последние сделали это так что заезд со стороны широтной стал возможен только для них энергостроители 18 установили свои два шлагбаума потому что ездили как бы через их территорию они закрыли это все весь проезд хорошо здесь не ездит получается отсюда перекрыт ну езд сюда во двор всем приходится ездить через чербина 14 как итог жители 16 попадают к себе проезжая только мимо 14 у него же паркуются все кто не может попасть за шлагбаум вечером здесь транспортный коллапс а в случае аварии случае пожара в случае вызвать скорую помощь это неправильно то в корне правильно эти шлагбаумы но и самый абсурдный факт дороги в этом микрорайоне еще не везде проложены чтобы добраться на машине до ближайшего гипермаркета жителям домов номер 14 и 16 бульвара бориса чербины приходится объезжать почти всю воиновку так как с одной стороны блокпост для зажатых шлагбаумами собственников выход очевиден разблокировать энергостроителей также считают и в управе восточного округа оказывается демонтаж управа хочет провести через суд но управляющая компания намерена обжаловать это решение земля наша она принадлежит нашему дому по кадастровой карте посмотрели все по закону сбивали двое детей маленьких у площадки потому что когда транзит идет и не останавливаются машины и стала выбиваться по асфальтовое покрытие появились колеи выбоины и нас получается заставили это все ремонтировать представители трех управляющих компаний впервые встретились по инициативе нашей съемочной группы и с каждой минуты становились все менее категоричны стали искать компромиссы и придумали какой куда шлагбаум перенести даже если придется ради проезда своих собственников обслуживать чужую территорию мы согласны да пойти на это чтобы вот придомовую территорию вот эту часть дороги то есть совместно содержать то есть какие-то ремонтные работы производить ямочные и также прочистку этой дороге как то так месяц мы месяц они чистят есть варианты можно договориться лишь бы с таким мнением согласились жильцы ведь только они общим голосованием решают что где поставить и также куда перенести учитывать комфорт соседей или нет смотрите где паркуетесь в тюмени станет больше эвакуаторов сейчас на улицах областного центра работает 6 погрузчиков компании ветеран контракт с ней до конца 2019 года согласно требованиям до этого срока парк эвакуаторов должен расшириться минимум до 14 машин при этом на вооружении появятся манипуляторы способные поднимать автомобили массой до 5 тонн ежедневно силами шести машин на штраф стоянку отправляется около 35 автомобилей при том что в день гибдд наказывает в среднем 50 нарушителей правил парковки часть водителей отделываются штрафом успевая забрать машину до погрузки на эвакуатор если владелец машины не успел выйти и получить бумагу на руки то машину увезут на штраф стоянку теперь она находится на улице 50 лет волксм 109 стоянка для эвакуирована административно задержанных транспортных средств сейчас располагается в новом месте она переехала из так скажем центр города немножко подальше находится на 50 лет волксм в связи с тем что у нас было расторжение с предыдущим исполнителем новая штраф стоянка рассчитана на 150 мест и работает круглосуточно правда прежде чем забрать свой автомобиль нужно заплатить за услуги эвакуатор это чуть больше двух тысяч рублей а также оплатить нахождение на штраф стоянке 100 рублей в час через месяц здесь появится отдельное помещение для сотрудников гибдд тогда здесь же можно будет погасить и сам штраф за неправильную парковку полторы тысячи рублей письма счастья пачками летят тюмен сам комплексов фото видео фиксации нарушений пдд становится все больше сейчас ими оборудованы более сотни аварийных участков дорог на 9 перекрестках совсем недавно появились новые камеры превышение скорости проезд на красный выезд за стоп линию лучше не рисковать в каких ситуациях нам сто процент на штраф прилетит выясним у юриста александра воронова здравствуйте александр буду вам сегодня задавать вопросы которые меня волнуют больше всего можем двигаться по моему маршруту да частенько езжу по нему мы сейчас приблизимся к перекрестку который часто пересекаю это перекресток республики тульской ухожу я там налево и очень часто бывает не успеваю идти на желтый мигающий чем это грозит автолюбителю но если был произведен выезд просто за вступление штраф 800 рублей если вы перекресток пересечен на запрещающий сигнал светофора штраф 1000 рублей собственно все просто правило дорожного движения не предусматривает возможности проезда перекрестка на запрещающий сигнал запрещающих нас два желтый и красный только зеленый является разрешающим я слышала такое мнение что завершить маневр ты должен если ты уже стоишь на перекрестке мешаешь движению то ты должен уйти с перекрестка и собственно ничего тебе за это не будет все-таки будет нет у нас немножко разняться наша практика мнение юристов и мнение госавтоинспекции уже госавтоинспекция наша привлекает к ответственности те кто оказался на перекрестке на запрещающий но но если мы на разрешающий то есть на зеленый сигнал стафора выехали на перекресток мы обязаны его покинуть и люди которые выедут в других направлениях либо на попутных нам на встречном направлении они обязаны нас пропустить дать нам возможность уйти с перекрестка но едут до последнего очень часто на желтый бегающий вот уже почти красный горит и я того достану на красный то есть здесь может прийти мне штраф камера будет если была создана помеха для пересекающих автомобилей вот например сейчас у нас загорелся робот ничего не будет мы выехали на разрешающий сигнал и вот мы никому помех не представили это смотрят уже вот люди которые следят за камерами выписывают вот эти вот штрафы фиксирующие ну вот именно что те кто сидят в камеру смотрят эти камеры на компьютерах они ничего не рассматривают они просто являют что автомобиль находится на перекрестке при запрещающейся на стафора то есть камера зафиксировала штраф просто-напросто он выписывается практически автоматическом режиме запаковывается в конверт и уходит собственник автомобиля что в принципе правило хорошо мы с вами приближаемся еще к одному перекрестку если я встала все правильно за стоп-линию не выехала остановилась даже в нескольких метрах от нее но когда загорелся желтый перед зеленым я на радостях стартанула может прийти мне фотография счастье движение может осуществляться только на разрешающий сигнал стафора на перекрестках любое движение на стоп-линии после стоп-линии будь то это до туго как раз не загорелся либо после того как красный перестал гореть загорелся желтые люди но часто так стартует штраф любом случае будет вы за стоп-линии в вашей практике с какими случаями тюменцы все-таки стараются бороться обращаются отстаивать отстаивают права ну у нас очень сильно люди наши тюменцы не любят выделенную полосу а полоса не нравится с ней люди когда сильно стараются бороться очень много жалуются очень много ходят и в гаи к нам обращаются и очень часто есть еще люди действительно вот за вступление переживают то есть когда приходит фиксация что там либо приезжают перекресток что стрелка уже не горит на фотографии стрелка не горит и она не горит и она там буквально ну полсекунды потому что фотографии показывается и человек уже приходит штраф то есть камера его фиксирует скажите чаще всего раз через суд спускают на самотек имеется ввиду легче штраф все-таки заплатить все легче заплатить штраф многие люди считают так хотя еще разберу если есть действительно доказательная база тоже самый видеорегистратор на запись сохранилась то в принципе суде можно доказать свою невиновность и постановление будет просто-напросто отменено наверное юридические услуги будут дороже чем штраф люди так считают я думаю здесь штрафу просто выходит 500 800 рублей вступление там за светофор 1000 рублей вот но для того чтобы пришел юрист и защитил интерес ему нужна доверенность как минимум а стоимость доверенности составляет у нас примерно две с половиной тысячи это вот уже превышает свою сумму штрафов поэтому проще заплатить штраф тем более со скидкой раз предусмотрен законодателям вместо 1000 можно отдать 500 рублей и поэтому люди просто закрывают глаза оплачивать штраф и все счастливы александр спасибо вам за консультацию пусть у всех будут хорошие дороги соблюдать правила дорожного движения далее выпуске царь горы большая гора снега во дворе картина привычная повторяется каждый год жителей один вопрос когда ее вывезут в тюмени приняли новое правило уборки и хранения снега что изменилось говорила мама мои одноклассники болеют я уже не болею пенсионеры учат молодых с высоты прожитых лет и от всего сердца ребенок смайлик скапливает сама круто которая в течение дня мило откашлять не может диагноз который требует постоянной поддержки в том числе финансовой это точнее хорошо что вы с нами при сильном стрессе что вам помогает сегодня выясняем у вас в нашей группе вконтакте варианта три таблетки алкоголь или отдых в комментариях тюменцы пишут свои версии голосуйте а пока другой головной боли в эти минуты в управе калининского округа обсуждают новые правила вывоза снега есть что обсудить нормативы изменились подробности в рубрике квадратный метр большая гора снега во дворе картина привычная и повторяется каждый год жителей один вопрос когда ее вывезут там где я живу у нас практически не убирают но сегодня правда начали убирать у нас в принципе да хорошо убирают всегда если снег выпал в течение там течение дня точно плохо очень плохо невыносимо я уже падала дважды а у меня во дворе всегда чисто свой опрос еще в начале этого года провела и городская администрация он показал большинство тюменцев считают что подрядчики с работой справляются при этом только 40 процентов отметили своевременную уборку двора примерно столько же постоянно поторапливают управляющие компании постановление администрации города тюмени номер 4 пк внесены изменения как раз таки в части вывоза и уборки снега до декабря 2017 года вывоз снега контролировали городские правила благоустройства а там прописано 8 утра двор должен быть чистым выполнить эти условия было физически невозможно поэтому в качестве компромисса разрешили хранить сугроб во дворе не больше недели однако если город заметет то максимальное послабление возможно и до двух недель определить продолжительность жизни сугроба в своем дворе можно с помощью линейки хотя специалисты советуют смотреть информацию об осадках на городском портале здесь обещают выкладывать информацию об уровне осадков каждый день в половине 11 утра исполнение будет осуществляться ведущими инженерами квартальными то есть в ежедневных своих обходах квартальные будут фиксировать складирование временное складирование снега в зависимости от нормы осадков отчислять уже временной период новые правила так понравились управляющим компаниям что еще до начала их действия все уже запаслись табличками это кстати тоже одна из новинок у каждой снежной горы теперь будет свой царь который должен обязательно обозначить границы сигнальной лентой и поставить указатель чья территория и кому звонить если есть претензии а претензии могут быть и не только срочные но и местечковые абы куда снег сваливать запрещено например домам на тротуары или у мусорных контейнеров есть местах где нельзя размещать это такие как и допустим межквартальные проезды то есть на них допустим нельзя размещать или на местах на парковках можно размещать но не везде на инвалидных местах нельзя размещать ну например большое места все равно находим порядок действий при снегопаде сами управляющие компании определяют для себя так чтобы утром жители могли спокойно выйти из подъезда и пойти на работу дворники с 7 часов очищают дорожки уборка может продолжаться и до вечера параллельно начинает работать техника которая собирает снег с проезжей части и больших тротуаров а вот грузовики и погрузчики появляются во дворах только день на третий подытожим если выпал снег управляющая компания имеет право складировать его во дворе как минимум неделю если куча долго лежит ищите кому она принадлежит не находите звоните квартальному у меня все чистых вам дворов сделать городскую среду более комфортной в этом жители заинтересованы наше мнение по благоустройству тюмени власти регулярно выясняют теперь вот подключились и строители общественники власти бизнес вместе спроектируют идеальный спальный район дома в тюмени растут как грибы после дождя новые жилые комплексы заняли 16 тысяч гектаров земли микрорайон тюменская слобода в южной части города здесь застройщики возводят школы детские сады торговые центры и спортивные комплексы а скоро стройку начнет российская компания талант с 15-летним стажем на рынке основой инновационного проекта станут исследования спальных районов тюмени результаты проанализируют приглашенные эксперты центра прикладной урбанистики 13 декабря мы делаем конференцию который по большому счету является таким открытым проектным семинаром то есть там будет презентован результаты исследования в первичном формате то есть больше будет гипотез чем выводов например и предложение подумать совместно и вторая часть этой конференции тоже 13 декабря это возможность попроектировать и сделать из спальных районов не спальный район результаты народного исследования будут полезны бизнес-сообществу строительным компаниям и общественникам у нас нет вектора развития и мы не знаем чем мы будем заниматься завтра и в масштабе города это тоже самое скажем глава администрации недавно заявил что к 12-му году в местном городе миллионник хорошо ладно а город к этому готов да есть генплан но он не отвечает на все вопросы что это будет это будет один центр это будет несколько субцентров мнение жителей по поводу развития городской инфраструктуры озвучит 13 декабря в тюменском технопарке застройщики архитекторы чиновники и активисты общественники будут вместе решать как сделать спальные районы не спальными напомню про опрос дня сегодня выясняем что вам помогает при сильном стрессе таблетки алкоголь или отдых голосуется в группе новости тюмени точнее в контакте а сейчас о добрых делах четверг в точнее время помогать сегодня история маленькой милы чтобы жить ей каждый день нужно становиться немного сильнее миле ухановой скоро исполнится три года в пять месяцев девочки поставили страшный диагноз спинальная мышечная атрофия это генетическое заболевание поражает область нервной системы которая отвечает за контроль движений произвольных мышц таких детей называют смайлики их организм не вырабатывает белок первое что слабеет это глотательная функция дыхательная функция и слабость двигательной функции самое необходимое при нашем заболевании это проведение гимнастики массажа проведение дыхательной гимнастики эти процедуры мама научилась делать сама ведь для того чтобы выйти с милой на улицу особенно в холодное время года нужно взять с собой три громоздких аппарата оборудование без которого жизнь девочки была бы невозможна семье помог приобрести благотворительный фонд скапливается мокрута которая в течение дня мило откашлять не может и благодаря фонду ключ жизни у нас появился откашливатель в 10 месяцев миле было 10 месяцев и она уже не могла откашлять мы попали первый раз реанимацию и с откашливателем мы справились что сохранила ее голосовые функции то есть она разговаривала еще какое-то время после того как мило попала в реанимацию второй раз разговаривать она перестала но это веселая жизнерадостная девочка продолжила борьбу за свою нелегкую жизнь мило еще это довольно таки сильная в плане смаза болевания она дышит самостоятельно в дневное время но на дневной сон ночной сон мы подключаем к аппарату аппарат для искусственной вентиляции легких для милы тоже приобрел благотворительный фонд он обошелся в 750 тысяч рублей ежемесячно на расходные материалы для оборудования на питание и растворы семья тратит более 25 тысяч дети смайлики нуждаются в нашей постоянной поддержки чтобы оказать посильную помощь мире нужно отправить смс на номер 34 34 со словом ключ и через пробел указать цифрами сумму пожертвования например ключ 200 в этом случае фонд перечислится 200 рублей если написать просто слово ключ без указания суммы то с вашего телефона спишется 100 рублей сохранить зрение каждому из нас поможет отдых от гаджетов уж слишком много времени мы в них проводим сколько минут перед компьютером безопасно для глаз ребенка и какие капли можно применять без рецепта слушайте и запоминайте в 70-х годах прошлого века студентка из германии поставила рекорд узнала лицо человека на расстоянии больше полутора километров нам такие достижения ни к чему достаточно просто хорошо видеть и чтобы со временем зеркало души не помутнела необходимо раз в год обследоваться у офтальмолога это если ничего не беспокоит а чтобы тревожные симптомы не появились дозируем общение с гаджетами и компьютер и книга напрягают зрение так что делаем перерывы для зарядки все должно быть без фанатизма если ты посидел за компьютером час то встань переведи взгляд подойди к окну там я не знаю там чашечкой кофе если в офисе по общайся с коллегой это уже среднее расстояние переведи взгляд на улицу посмотри как там твоя машина чувствует себя или просто на картинку которая тебе нравится малышей время непрерывной напряженной работы глаз сокращается сидеть с книжкой или перед монитором можно минут 20-30 потом зарядка мы на стекло прикрепляем метку диаметре 3 сантиметра подходим на расстояние небольшом и просим ребенка пусть это подросток значит смотреть на эту метку в течение 10 секунд после этого мы взгляд переводим на дальний предмет который ему более-менее хорошо видим четко при работе с гаджетами важны не только регулярный перерыв чтобы обезопасить себя максимально под рукой всегда должны быть защитные средства избыточное свечение монитора избыточное свечение от этого цифрового экрана его конечно надо блокировать и для этого существуют специальные очки увлажняющие капли увлажняющие капли это капли который содержит гиалуроновую кислоту гиалуроновая кислота способствует удержанию влаги своей собственной влаги которая есть глазу есть натуральная слеза которая вообще по составу своему на схода сходно со слезой пожалуйста капайте сколько угодно почувствовали ощущение сухости закапали другое дело лечебные капли которые назначил доктор тут важно строго соблюдать дозировку обеспечить полноценное зрение поможет и тренажерный зал для глаз аппараты разные аппараты направленные на смену оптики то есть на тренировку мышц ответственных за аккомодацию ответственных за работу хрусталика при наведении остроты зрения на различные дистанции это методики для рассматривали для всматривания для расслабления такие занятия будут полезны не только детям и подросткам но и взрослым физкультура для глаз станет хорошим вкладом в здоровый взгляд на мир в кадре дня точнее сегодня вальс снегоуборочной техники она мешала спать моей коллеги натальи жуковой не зря получилось красиво мы с вами не прощаемся с стс переходите на тюменское время через минуту подведем итоги опроса что вам помогает при сильном стрессе таблетки алкоголь или отдых выясним а также спросим у терапевта анатолия мартынова можно ли пить таблетки релаксанты без рецепта переключайтесь на двадцать первую кнопку я буду вас ждать смотрите прямо сейчас на канале тюменское время говорила мама мои одноклассники болеют я уже не болею пенсионеры учат молодых с высоты прожитых лет и от всего сердца исторически сложилось мы семья мы вместе росли у нас мама и папа пели нам под гитару песни тюменцы возрождают театр теней он прост на первый взгляд вы смотрите точнее тележурнал о людях явлениях и событиях сейчас подведем итоги опроса сегодня мы спрашивали что вам помогает при сильном стрессе таблетки алкоголь или отдых давайте посмотрим результат большинство участников спасаются отдыхом на втором месте спиртное и успокоительные таблетки не популярны спасибо вам за голоса и комментарии под голосованием вы написали прекрасные свои варианты от стресса спасает прорубь бег йога прогулка пешком наверное поэтому тюменцы не попали в депрессивную карту россии наше психоэмоциональное состояние исследовали специалисты центра психиатрии и наркологии имени сербского и вот какой вывод сделали чаще всего страдают депрессии жители сибирского федерального округа новосибирск омск томск иркутск и другие в этих городах самый высокий уровень депрессии и чистота самоубийств на втором месте центральный округ замыкает тройку психически нестабильных регионов южный а меньше всего подвержены депрессивному состоянию как выяснилось жители северного кавказа климат и экология внешние факторы оказывают не меньшее влияние на психику наряду с внутренними проблемами уверяют специалисты хорошо что наш регион в депрессивную карту страны не вошел но стрессов везде хватает как с ними справиться можно ли пить таблетки релаксанты без рецепта спросим у президента российского научного общества терапевта в гости из москвы анатолия мартынова анатолий манч рады приветствовать вас спасибо мы все с детства слышим фразу все болезни от нервов потом мы узнаем что есть люди астеники и еще какой-то астенический синдром вот я худощавая высокая нервная порой я чей-то клиент мне к кому-то обращаться надо так называемая нервность она может иметь для природы мы о тяжелых заболеваниях не говорим это во-первых конституционально бывает то есть попросту говоря это генетика и к этому нужно относиться спокойно просто человек должен сам понять свою генетическую особенность и себя сдерживать настраивать что ничего сейчас я отдохну немножко подумаю и потом я варежу свою позицию а не сразу бросаться в дискуссию может быть иногда принимать легкий успокоительный если это помогает скажу а есть есть остыния или депрессия или как мы называем синдром внутреннего сгорания который требует медикаментозной терапии я не хочу заниматься рекламой но у нас есть препарат отечественной зайца фабазол и я вам должен сказать что такая терапия она отдает коррегирующий как мы говорим эффект ну вот в нашем современном мире ведь сейчас просто вот все все на нервах уровень агрессии на дорогах везде общение в любой поликлинику тоже возьмем да регистратуру поликлиники вот всем нужно корректировать получается поведение практически да практически да я вам должен все-таки это элемент самовоспитание самоконтроля и самоконтроля в этом большой трагедии лет нет мы все разные все по-разному реагируем самое главное не торопиться не торопиться кого-то осудить я уж не говорю обругать не торопиться высказать свою точку зрения с горяча надо действительно спокойно подумать помните старые приемы досчитай до 10 вот это полушетийный прием но он работает а вот с такими проблемами мы можем обратиться и во время диспансеризации у нас она всероссийская мы периодически по годам рождения проходим или же диспансеризация все-таки для выявления более серьезных проблем нет диспансеризация решает много много вопросов она решает вопрос так называемый базового или стартового состояния здоровья и на основании результатов диспансеризации терапевт принимает решение что делать с пациентом а количество тех исследований которые входят диспансеризацию их достаточно или нужно расширять у нас четко отработана система четко четко сформулированы рекомендации и вот то что сейчас мы делаем этого достаточно другой вопрос что все представители нашего нашего общества должны понять простую вещь диспансеризация нужна не врачу нужно не руководить для предприятия которые должны стимулировать стимулировать а для твоего личного здоровья к сожалению это понимает не все ссылаются на загруженность ссылаются на нежелание некоторые на недоверие но процент охвата диспансеризации пока у нас недостаточно нужно это работа проводится я думаю что разговоры включая телевидение они может быть помогут нашим гражданам немного перестроиться у нас есть специальный методический подход определение факторов риска ну например человек чувствует себя практически здоровым ему провели исследование по программе диспансеризации и выявили например нарушение липидного обмена он здоров никаких проявлений пока патологии нет но мы знаем что пройдет 5-7 лет и эта патология себя проявит либо стенокардии либо инфаркта миокарда либо инсультом и вот если мы сегодня возьмемся за эту проблему это будет реальная возможность предотвратить эти грозные заболевания осложнения если мы за эту проблему возьмемся когда грянет гром спасибо большое удачи вам всегда будем рады видеть вас в тюмени до свидания как жить долго и счастливо рецептами делятся пенсионеры тюменские бабушки и дедушки пишут письма молодому поколению первое послание уже получили школьники из ямбаева посмотрим как подростки отреагировали на советы стариков раз два хорошо в левую ручку взяли история любови леонова из галышманова поразила многих она инструктор группы здоровья в которой более ста человек возраст участников весьма почтенный совет молодому поколению это шевелиться чем у человека больше заболеваний ему дольку больше должен должен двигаться самому старшему подопечному за 90 спортсмены любители полны оптимизма и не пропускают занятия как все мои одноклассники болеют я уже не болею и лекарства почти не принимаю но не болели сейчас легче стало вообще себя лучше чувствую дедушки из тураева за 80 к советам бывшего военного и учителя прислушиваются многие статьи в местную прессу писал и перед молодежью выступал теперь вот письмо здоровья отправил самое главное не употреблять спиртного спиртное это губит человека понимаете это курение тоже понимаете сколько больных понимаешь от рака погибает нельзя понимаешь это причинять себе же вред человек с такой жизненной позиции и с таким жизненным опытом может давать советы молодому поколению он еще хочет сесть еще написать что-то такое более большое и более такое основательное для молодежи его книгу обязательно прочтут соседнем селе первые письма попали как раз кимбаевским школьникам это то чего не найти в интернете личной истории переплетение судеб авторы пишут как преодолели войну трудились без устали и чем увлечены сейчас мы привыкли что старшее поколение уходит в тень а когда я прочитала письмо тут на самом деле такая активная жизнедеятельность у них кто уже на пенсии я думаю что они всегда сидят вяжут что-то либо помогают с внуками либо еще что-то а здесь сейчас я прочитал удивился удивлять молодежь пенсионеры намерены и дальше конкурс советы молодому поколению прошел впервые в итоге решено проект продолжить настолько были письма с душой с посылом добрым который утверждает добро любовь уверенно завтра с ней жизни когда вместе бабушки мамы дети и для них позиции не только сохранения но и укрепления здоровья является приоритетом кстати треть писем пенсионеры прислали в электронном формате возможно необычный проект запустят и в соцсетях то что пенсионеры самого старшего возраста непоголовно но большая часть освоили компьютер это не новость это здорово теперь им надо телефоны менять чтобы онлайн беседы вести по какому поводу узнаем из краткого блока событий проконсультироваться с врачом через смартфон тюменцы смогут уже в 2018 году сейчас дорабатывается мобильное приложение медицина 72 сообщили в областном департаменте информатизации в тестовом режиме ноу-хау уже опробовано на базе городской поликлиники номер восемь онлайн диалог пациенты смогут вести с терапевтами а для назначения лечения узкими специалистами такая форма не подходит сейчас мобильное приложение медицина 72 остается самым востребованным у жителей региона тотальный экзамен на знания пдд прошел в тюмени сегодня его сдавали в областной думе накануне студенты и посетители научной библиотеки процедура не отличается от той что предусмотрено в гибдд за 20 минут нужно ответить на 20 вопросов но в отличие от настоящего экзамена здесь не будут оценивать знания участников и тем более не заберут водительское удостоверение у тех кто допустит ошибки об этом больше всего переживали все сдающие тотальный экзамен итоги акции гибдд подведет в конце декабря пополняй запасы купить часть продуктов к зимним праздникам можно в предстоящую субботу на продовольственных ярмарках 9 декабря торговые площадки откроются на севастопольской на мельникайте возле торгового центра порт и на других участках которые уже прочно закрепились за ярмарками тюменские сельхозпроизводители к праздникам привезут мясо говядину баранину будет рыба дикоросы мед и елочный базар успевайте с 8 до 15 часов она есть у каждого но вы привыкли ее не замечать она покорно следует рядом наша тень это целых театр удивительный и загадочный первые театры теней появились еще во втором тысячелетии до нашей эры в китае и индии как сегодня играют тенью расскажет елена литвиненко театр андрея прунькина существует уже 15 лет и основная его отличительная особенность семейственность в театре работают две его старшие сестры а папа помогает инженерными решениями поэтому и на гастроли он не ездит его работу больше за кулисами мы семья мы вместе росли у нас мама и папа пели нам под гитару песни мы вот что-то вместе там вырезали делали и абсолютно сами мы пишем сценарий делаем кукол мы никогда никому ничего не заказываем по крайней мере такой практики у нас не было вот нужно вырезать таких кукол мы вырезаем и такое трудолюбие с лихвой окупается у театра ученый медведь плотный график выступлений поэтому когда артистов решили позвать на тюменский фестиваль света и тени время его проведения подстраивали под москвичей организовать же его решилась тюменская художница юлия кувшинова несколько лет назад находясь в декретном отпуске она решила развлечь сначала своего малыша а потом и других детей так постепенно маленький самодельный театр стал целым фестивалем аналогов которому нет даже в москве дело в том что у нас в тюмени 20 театра теней вот и мы в прошлом году решили а почему нам собственно говоря не говорить что мы вместе вот и решили как-то объединиться сделать совместное мероприятие вот и еще решили как позвать попробовать еще кого-то назвали все это фестиваль света и тени и как выяснилось дети ходят на спектакли не только ради зрелищной ради учебы в этот раз например остались на встречу с театром ученый медведь все маленькие зрители а как иначе ведь секреты волшебства им открыли настоящие столичные профессионалы казалось бы театр теней что может быть проще бумага лампа и немного терпения но когда зажигается свет становится понятно что люди которые занимаются театром теней обладают несколькими творческими профессиями в том числе и игрой на экзотических древних музыкальных инструментах а вообще эта форма зародилась свыше 1700 лет назад в китае и там до сих пор театр света и тени называют цветком искусства самый большой открытый каток звездный полюс заработает в тюмени уже завтра площадь льда 400 квадратных метров его поделят на зоны для катания детскую скоростную и общую организаторы уверяют этот каток по качеству льда составит конкуренцию крытым самый идеальный лед мы говорим сейчас об уличных катках потому что несколько раз в лед будет производиться заливка и заливка будет производиться профессиональной заливочной техникой ножом убирает все неровности и за ней уже идет заливка вот этой поверхности чтобы каток отвечал всем заявленным параметрам пригласили специалистов из москвы и волгограда а также закупили две ледоукладочные машины 400 пар коньков и шатры спасающие от ветра на территории будет работать диджей предусмотрены и ночные сеансы стоимость катания вместе с прокатом 400 рублей на этом у меня все не пропустите новый выпуск тележурнала точнее о людях явлениях и событиях включайте 20 первую кнопку каждый день по будням 18 30 до встречи в эфире и 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